День Печати Праздник пошел очень давно, еще с петровских времен, во время Петра Первого, когда вышла первая газета, печатная газета, которая, кстати, также называлась «Ведомости», вот с тех пор и пошло время празднования этого праздника, печатного средства массовой информации, печатной газеты. Конечно же, этот праздник претерпел очень много изменений, но и средства массовой информации развивались вместе с течением времени. Сейчас, если говорить о празднике, который сегодня проходит, это не только праздник печатных средств массовой информации, а это, по сути, день российской журналистики. Празднуют и телевизионщики, празднуют и радищики, празднуют и представители СММ-сообщества, и интернет-сообщества, ну и, конечно же, печатные газеты, листовки и журналы, и все остальное. Классика, да, жанры, как говорится. Наш холдинг, считаю, что является одним из крупных областных представителей журналистики, и у нас, как и в любом медиахолдинге, не только печатные средства массовой информации, но, как вы знаете, телевидение, где мы сейчас присутствуем с вами, да, И в этом году развитие мы будем, получим, значит, в свое управление одну из радиостанций Сахалина. У нас есть большое присутствие в интернете. У нас около только 25 тысяч пользователей телеграм-каналов наших областных. А если брать в совокупности все телеграм-каналы и все телеграм-сообщества, которые у нас есть в холдинге, это порядка 150 тысяч людей, которые смотрят, следят, пользуются нашими новостями, нашими полезными ссылками и вообще следят за жизнью в Сахалинской области с помощью наших средств массовой информации. Теперь, что касается любимого выпуска прошлого года. Да нет, каждый выпуск по-своему любим, потому что ты видишь, как люди, какое время журналисты, корреспонденты корреспонденты тратят на создание каждого номера, как они его вылизывают, буквально вылизывают, как они его доводят до той красоты, которую не стыдно подавать на столы, в почтовой ящике наших жителей. И, конечно же, ты восхищаешься этим трудом, потому что вроде как из ничего рождается очень красивая вещь, которая доносит жителям области отдаленных деревень, отдаленных островов информацию, которая им очень нужна. Они знают, что происходит в области, они знают, что происходит в стране. Какие новые законы. Какие новые законы, какие новые тенденции и прочие-прочие вещи. Поэтому выделить какие-то отдельные я бы не стал. Да, у нас были очень интересные спецвыпуски, итоговый спецвыпуск по итогам 22-го года. Вы знаете, что у нас есть ряд средств массовой информации, которые имеют специальную направленность. Например, это газета, которую мы издаем уже давным-давно, уже несколько лет. Это не в дивх газета на языке коренных малочисленных народностей Сахалинской области. В прошедшем году мы начали очень интересный для нас новый проект. Как вы знаете, в Углегорске в силу разных обстоятельств закрылась местная газета. А жители попросили на встречу губернатора, чтобы местная газета существовала. И нам было отдельное поручение Валерия Игоревича Алимаренко создать в муниципальном образовании свою газету. Мы ее назвали «Углегорские ведомости». Она успешно издается уже полгода. И дальше мы продолжаем с ней работать. В прошлом году, пожалуй, самой обсуждаемой темой стала специальная военная операция. И наш холдинг ее, естественно, тоже освещал с различных аспектов. То, что происходит в нашем регионе, как тыл, помогает фронту. То, что происходит непосредственно передовой, потому что там сегодня находится множество наших людей. Как вы считаете, была ли достаточно освещена эта тема в наших СМИ? Может быть, не только в газете или на телевидении, а вообще в целом в нашем регионе. И что удалось сделать на этом направлении? Действительно, специальная военная операция внесла небольшие коррективы в работу всех средств массовой информации. И федеральных, и местных, и нашего медиахолдинга, конечно же. Мы сумели реализовать очень интересный проект для того, чтобы мы получали прямые новости с фронта, с фронта боевых действий, с Донецкой и Луганской народных республик. Мы создали в городе Шахтерск Донецкой народной республики «Корпункт». Мы приняли на работу двух журналистов местных. Они являются сотрудниками техникума прессы местного. Значит, у нас сейчас там есть корреспондент и оператор. Эти ребята выезжают на фронт, встречаются с воинами, встречаются с командирами, смотрят бытовые условия проживания наших воинов, снимают от них репортажи, передают им приветы от нас и получают от них встречные приветы, которые мы успешно показываем здесь, на Сахалине. Это очень приятно, когда живущие на Сахалине люди видят отцы, матери, жены, дети, видят своих бойцов, которые выполняют свой долг, и которые не унывают, которые верят в победу, которые передают приветы и торопятся вернуть домой с победой. И это очень здорово. И это очень важно с другой стороны, потому что вы правы, огромное количество фейков везде, в интернете, на вражеских радиостанциях, не побоюсь этого слова, в телеграм-каналах. И против нас ведется большая информационная война. Как с ней бороться? Только правдивая информация, честная информация, информация от первого лица, невыдуманной. И когда корреспонденты едут на фронт, заходят в блиндаж, видят, как живут солдаты, тепло ли им, подвозят ли им еду, горячая еда, обмундирование. Вы знаете, что там очень много всяких разных решений, бытовых проблем. И мы это все показываем, это все людьми Сахалинской области востребовано и пользуется большой популярностью. Давайте напоследок, может быть, скажем какие-нибудь пожелания в адрес коллег-журналистов. Наверняка у вас есть праздничные слова. Вы знаете, труд журналистов очень сложный. Это в любое время дня-ночи, непогоды. Надо выехать оперативно на место, снять репортаж, запросить комментарии, отснять видео, фото. И он реально приближен к боевым, этот труд. Поэтому в этот большой праздник, большой профессиональный праздник, я бы хотел передать поздравления. Во-первых, конечно, сотрудникам нашего медиахолдинга, а во-вторых, всем журналистам Сахалинской области и всем журналистам России. Это наш профессиональный праздник. Мы его встречаем достойно, мы его встречаем, как говорится, во всеоружии. Мы готовы к новым совершениям, к новым подвигам. И дай Бог так держать. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго. Спасибо.